Устранила соперницу. В Омске по горячим следам раскрыли убийство местной жительницы. По версии следствия, к преступлению причастна собутыльница потерпевшей. Она приревновала своего сожителя к гостеприимной хозяйке. Улики, труп и нож тщательно спрятала. Однако свидетель преступления обо всем рассказал силовикам. Далее подробности. Нам нужно куда пройти? Вовнутрь. Вовнутрь двора, либо сразу в дом? Сразу в дом. Убийство, по версии следствия, произошло здесь, в частном секторе по улице 12-я Северная. Анна со своим немолодым человеком Сергеем пришла в гости к Татьяне. Посидели, поговорили, выпили. Анна с сожителем уснули на полу. Гостеприимная хозяйка рядом, на диване. Утром женщина обнаружила, что любимый переместился в постель подруги. Просыпаюсь от того, что его гладят по голове. Кого гладят? Местер, с другом. Сергея гладит по голове. Ну и все. Нож взял вот здесь. Покажите. На поломиске. Под утро ей показалось, что сожительница хозяина дома оказывает знаки внимания ее сожителю. В результате чего это ее сильно разозлило. Она взяла кухонный нож и нанесла лежащей на диване пожилой женщине. Восемь ударов ножом. Спящая Татьяна скончалась от потери крови. Как следует из материалов уголовного дела, Анна с сожителем Сергеем стали решать, куда деть труп. Переговоры происходили на веранде частного дома. В это время проснулся еще один человек, принимавший участие в роковом застолье. Сожитель погибший. Он понял, что что-то пошло не так. В область сердца его сожительница, как ему показалось, странно спит. То есть у нее была подушка на голове. То есть в последующем он вышел на крыльцо, где находились подозреваемые ее сожители. Спросил, в чем дело, почему его знакомая спит в неестественной позе. Они сказали, что сейчас посмотрят, все разберутся. И разобрались. Предварительно установлена Анна при помощи Сергея обмотала труп одеялом. Кокон они оттащили за дом. Там накрыли его листами фанеры. На этом сокрытие улик не закончилось. Парочка отправилась за пределы домовладения на теплотрассу прятать нож. В это время сожитель погибшей вызвал полицию. Уже позже обвиняемая в убийстве задумается, а был ли повод для ревности. Достоверность сейчас не установлена, оказывала ли потерпевшие знаки внимания. У нас сам свидетель, из-за которого произошел конфликт, он указывает на то, что они уже спали. И, видимо, потерпевшая во сне положила руку ему на голову. То есть у нас подозреваемой показалось, что она оказала знаки внимания. И вот она вышла из себя в связи с этим. То есть пока достоверно не установлено, были ли они вообще. Как рассказали следователи, сейчас в отношении Анны решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. У обвиняемой богатое криминальное прошлое она четырежды была судима. В том числе и за избиение и кражи. Сожитель женщины Сергей также может стать фигурантом уголовного дела. Сейчас сыщики проверяют его на причастность к укрывательству преступления. Ведь именно он, со слов Анны, помогал избавляться ей от трупа и ножа. Продолжение следует...